Быстрее, выше и смелее. День физкультурника отмечается в нашей стране с 1939 года. И для многих миллионов наших граждан он является своим праздником. В эти выходные во Владимире состоится День физкультурника. Ежегодно День физкультурника в нашей стране отмечается во вторую субботу августа. Праздник объединяет как профессиональных спортсменов, так и любителей. По традиции начнется День физкультурника с зажения чаши Олимпийского огня на стадионе Лыбець ровно в 13.00. Ну а далее для гостей праздника будут организованы десятки тематических и спортивных площадок. Зоны для игр в настольный теннис, шахматы и шашки. Будут и футбольные баталии. За звание чемпионов сразятся дошколята. Выйдут на поле и ветераны торпеда. Они сыграют с сотрудниками администрации. Ждут на праздник и любителей велосипедного спорта. Велоквесты, я думаю, уже стали традиционными у нас в городе. И это будет очередной велоквест уже четвертого нашего сезона, который будет старт дан не с традиционного нашего сквера Олимпий, а со стадиона Лыбець. Можно будет на празднике получить и полезные знания. Специалисты в области правильного питания и спортсмены расскажут о принципах здорового образа жизни, правильного подбора рациона питания и программы тренировок. А еще на Лыбеде ждут людей с ограниченными возможностями. Организаторы праздника подготовили специальную программу для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Программа фестиваля будет у нас биатлон. То есть они проходят трассу на колясках, стреляют из пневматики. Для них любимая игра это боча является, ну и гонка на колясках. Вот в этом году уже пришла заявка, что более 40 участников будет только людей с ограниченными возможностями. Участие во всех состязаниях будет бесплатным. Самые быстрые, ловкие и сильные получат памятные подарки. Ну и конечно же наша любимая лотерея, которую мы все ждем. И главным призом будет в этом году не как у нас обычно велосипед, а будет у нас гироскутер. Вот, то есть я думаю, что это еще более интересно, да, нежели чем велосипед. Розыгрыш главного приза состоится в 17.00. Побороться за него смогут все, кто примет участие в главном спортивном празднике областного центра. С анонсом главного спортивного праздника у нас в гостях Денис Храмов, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира. Обо всем сюжете сказали по чуть-чуть, но сейчас хотелось бы получить более подробную программу, чтобы наши зрители легко ориентировались в этом большом, пусть и однодневном событии, но самым ярким и самым насыщенным. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Хочу повториться за вами, что День физкультурника проводится с 1939 года, то есть это более 80 лет. И он является таким значимым событием, который люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ждут его каждый год. И, соответственно, этот праздник является одним из самых масштабных этим летом. Ну и в данном празднике принимают участие не только спортсмены и любители физкультуры, а также спортивные клубы, предприятия, организации. Как уже и показывалось ранее на ролике, лица с ограниченными возможностями. Но вы знаете, с ограниченными возможностями, тут на самом деле, наверное, бабка на двое сказал, как есть такая русская пословица. Иногда на них смотришь и думаешь, вот мне бы столько огня и блеска в их глазах, сколько есть. Ну и хочу пробежаться по нашему плану проведения уже, так сказать, поглубже. В начале, в 13.00 нас ждет торжественная часть, это будет шествие, парад открытия, зажжение чаши. Где? Это будет на стадионе Лебеди. В 13.00 приглашаем всех жителей и города Владимира, и близлежащих городов. Все они пройдут парад. На главной сцене у нас будут приветственные слова наших первых лиц. Будет разминка от известного фитнес-клуба на главной сцене. После торжественной части у нас начинается основная часть, где будет по всему стадиону распределены интерактивные зоны, турниры и различные соревнования по видам спорта. И так как мы каждый год стараемся удивить участников и зрителей данного мероприятия, этот год, конечно, и не остался тоже в стороне. И у нас таких несколько событий, которые внесены в этом году. Это соревнования по киберспорту. Мы вообще впервые, как бы наш первый опыт будет проведения данных соревнований. Это соревнования «Бампербол». То есть это каждый участник надевает на себя такую надувную сферу определенную. Как раз она и называется «Бампербол». Я думала, это связано с машиной. Ну да, слова похожи на самом деле. И очень смотрится весело, конечно, и задорно. Вот интересно, откуда эта идея? Эта идея пришла из Европы. Люди вот впервые там попробовали. Я, к сожалению, не помню, как зовут автора, кто это придумал. Но это очень смотрибельно. Несколько соревнований я посмотрел. Собирает множество количества зрителей. Люди идут с удовольствием на... На что это похоже? Это похоже на футбол. Но в таких больших сферах люди находятся. То есть на них, может быть, ну представляете, на воде вот сферы вот такие круглые крутятся. Здесь то же самое, только люди находятся на жесткой поверхности, на траве, соответственно. И у них по пояс вот мячи. Они бегают, могут столкнуться друг с другом. Но там, правда, никакой не будет. Там максимум они отскочат друг от друга и упадут на землю. Ну, соответственно, станут. А правила все те же самые, как и по футболу. Вот. Нас также ожидает велоквест. Традиционный турнир по мини-футболу, в котором примут участие 8 команд-участниц чемпионата мира. Ой, заговорился уже про... Чемпионат мира всех на языке. Да, эхо осталось. Вот до сих пор звучит. Конечно, чемпионаты города Владимира. Турнир по мини-футболу среди дошкольных команд. В этом году, в конце июня, в начале июля, состоялось первенство города среди детей дошкольного возраста. И четыре лучших команды примут участие в рамках нашего праздника. Соответственно, уже он, наверное, тоже считается традиционным. Его можно назвать традиционным турниром. Это городской турнир по футболу среди сборных сотрудников администрации города и ветераны футбольного клуба «Торпеда». Также уже второй год мы будем проводить городской турнир по кроссфиту. Что такое кроссфит? Кроссфит – это включает в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности. И в него входят различные виды спорта. Там и тяжелая атлетика, и легкая атлетика, пауэрлифтинг, ну и многие-многие другие. В каждом году он набирает популярность, да? Растет его аудитория? Его аудитория, несомненно, растет. Пришел кроссфит тоже к нам из Европы, ну, больше из Америки, так скажем. Но в простонародье, раньше, допустим, когда я занимался, лыжными гонками, у нас похожие тренировки были круговые, они назывались. То есть там тоже несколько видов, они разбиваются. Как раз там и элементы легкой атлетики, и тяжелой атлетики, и плеометрики, и прочее, прочее, прочее. Также нас ожидает, не остаются в стороне и ветераны спорта, их ждет турнир по шахматам и шашкам. Для них будет отведена отдельная зона. Соответственно, повторюсь, для лиц с ограниченными возможностями, это будет скандинавская ходьба от Арди Свет. И для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата будет уже второй год фестиваль по видам спорта. Соответственно, это игра боча, их любимая, и биатлон, и гонки на колясках. Ну, а для активных ветеранов спорта наверняка, кроме шахмат, будут активные виды спорта, да? Ну, конечно, а вот, как я уже сказал, будет у нас турнир по футболу 8 на 8, там сотрудники администрации, там же не только молодежь, есть и люди, кому за 50, кто и постарше, и ветераны спорта, тоже ветераны футбольного клуба «Торпеда», они тоже уже люди возрастные. Ну, плюс будет очень много интерактива, где та же сдача норм ГТО. У нас широкий спектр, там от 6 до 70 и старше лет, каждый желающий может прийти и сдать нормативы. Соответственно, только нужна группа допуска, то есть это справочка, что человек здоров, с ним все хорошо. И у нас будет отдельно тоже отведена зона, можно сдать нормативы, готов к труду и обороне. И получить за это знак отличия, золотой, бронзовый или серебряный. Ну, на самом деле, у нас будет большая-большая программа спортивного праздника, весь стадион будет усыпан вот этими интерактивными зонами. Допустим, тоже такое новшество будет от наших партнеров, вот как полигон, например, 33. У них, помимо веревочного парка, у них есть лазер-так, так называемый. Люди бегают с оружием, это как шариками стреляют, а это с лазерами, там специальные датчики надеваются. Вот они будут выставлять датчики стационарные, они будут недвижимые. И каждый, любой желающий, там, ребёнок, взрослый или человек может подойти, попробовать пострелять из разных позиций, стоя, сидя, лёжа. Соответственно, папа, мама, я, спортивная семья, это наш конёк, надувное оборудование. Оно будет стоять, наверное, самое такое громоздкое, большое, яркое, такой яркий интерактив. И тоже все желающие могут принять в нём участие. Кстати, этот конкурс уже становится доброй традицией Дня физкультурника. Я вспоминаю себя, да, практически в младенчестве, и вот всей семьёй мы принимали участие в этом конкурсе. До сих пор он жив, до сих пор пользуется спросом. Так мало того, помимо Дня физкультурника, он у нас на протяжении всего года проводится регулярно. И там к Новому году, и в рамках рождественских праздников проводится. И мы заметили очень интересную особенность, что людей с каждым разом становится всё больше и больше. Иногда даже приходится отказывать, потому что уже такое количество людей собирается. Ну, тут или с утра до самого глубокого вечера, ну, тоже все люди как бы занятые, поэтому иногда приходится отказывать. Но мы рады тому, что набрал обороты данные соревнования, и люди приходят с удовольствием участвовать в них. Нужна ли предварительная регистрация? В чём папа, мама, я спортивная семья? Ну, предварительная регистрация уже, наверное, не нужна, потому что на районы были разосланы положения, плюс это было ещё управление образованием, где люди занимались, приглашали с районов людей. Это были из наших, соответственно, спортивных школ. То есть там уже порядка более 10 команд набралось, команд-участницы. Ну, я думаю, что если команда какая-то, придёт семья и изъявит желание поучаствовать в этих соревнованиях, конечно, мы не откажем им. А что ещё интересного в программе? Вы сегодня пришли вот с таким обилием. Это подарки? Да, это подарки. Это подарки не только для награждения соревнований и турниров, это подарки и для лотереи. У нас каждый год тоже традиционно разыгрывается лотерея. Но этот год особенный. Если у нас каждый год разыгрывалась лотерея по номерам, по билетам, так сказать, то в этом году у нас будет такая особая, особый розыгрыш лотереи. То есть у нас будет вход один, где заходят участники и зрители данного праздника. Им будет одеваться специальный браслет с номером. И в конце праздника, в 17.00, начнётся розыгрыш лотереи. Есть специальная программа, генератор свободных чисел. То есть выпадает число, человек видит, что на его браслетике выпадает номер. И разыгрывается, то есть ведущий говорит, а сейчас разыгрывается рюкзак с номером таким-то, таким-то. И, соответственно, генератор свободных чисел выбирает этого участника, и всё, человек получает данный приз. Но главным призом в этом году, ну, если честно, не хотелось раскрывать тот приз, который будет главным. Уже в сюжете было. Уже всё, да. Уже поздняк металлся, как говорится. Все только ради этого и придут. Да, гироскутер, соответственно, это главный приз нашей лотереи. То есть это совсем малая часть того, что будет разыгрываться. Но вот, может быть, такой раскрой секрет, что у нас есть единственный сертификат, подарочный сертификат на прыжок с парашютом. Да, он одиночный. Это тоже наши партнёры, они нам помогли. Вот этот сертификат тоже будет разыгрываться в данной лотерее. Кому-то повезёт. А кому-то, кто-то, может, если не захочет, его может передарить, потому что неименной, его можно на любое имя записать. А всё остальное, это всё спортивные принадлежности? Всё остальное, это награждение победителей и призёров. И у нас очень-очень... Все призы не принесёшь сюда, очень много призов будет разыгрываться, соответственно, на лотерее. Всё будет на лотерее. Как вы считаете, почему с каждым годом праздник растёт и привлекает внимание горожан и спортсменов? Потому что хорошая организация. Правильно работаем в нужном направлении? Да. Если говорить про возраст, который будет доминировать на этом празднике, как вы считаете, вот, про возраст Дня физкультурника 2018? Возраст. Ну, у нас есть тоже такая особенность, будут интерактивные зоны, как раз направленные именно на детей и даже младенцев. Я скажу, есть у нас фитнес-мамы, специальные интерактивные зоны. Да, то публика различна будет. Вот, тяжело, наверное, сейчас так вот сходу назвать, с какого до какого возраста, потому что у нас каждый год от мала до велика всегда приходит народ с удовольствием и принимает участие. Спортивный народный праздник. Да. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, ведущий, и Дениса, поздравляю с наступающим праздником спорта. Денис, у меня знаешь, какое предложение? Он всегда был. Как бы надо включить еще времени? Вестербол, это в Олимпийский респорт, хотя бы три на три. Обратись к Михелькину, председателю федерации вестербол, Олегу Никитину. За это время там поставить два щиточка. Вот мое предложение. Спасибо. Спасибо за предложение. Спасибо за вопрос и за предложение. У нас будет турнир, он такой всероссийский турнир, оранжевый мяч, это как раз баскетбол три на три. Он будет проходить не в рамках этого праздника, но он будет проходить на следующий день. Он будет проходить у гипермаркета. Поэтому мы планировали его туда включить, но идет такая активная подготовка тренерского состава, региональной федерации как раз баскетбола. Я думаю, что если у кого-то есть желание не поучаствовать, а прийти и посмотреть, полюбоваться данным видом спорта, то можно как раз 12 числа, в воскресенье, прийти и, так сказать, лицезреть данные мероприятия. Еще обозначите для наших телезрителей зрелищный момент. Те, кто считают, что они не в очень хорошей спортивной форме, но прийти посмотреть с удовольствием. Ну, прийти посмотреть с удовольствием нужно, потому что будет очень много всего интересного, очень большой контент будет. Я еще не назвал, у нас будет лекторий, будет выступать спортсмен, ведущий спортсмен города, будет рассказывать о том, как правильно бегать, что для этого нужно, какой инвентарь, какие-то технические, может быть, данные даст. То есть, так сказать, завлечет публику к данному виду спорта. Помимо этого у нас будет рассказываться о правильном питании. Все равно с каждым годом, наверное, спорт это модно даже становится. Да, и люди, многие, которые не то что никогда не занимались, да, или у них мало опыта, а у них вот загорается огонь в глазах, они хотят этим заниматься, они знают, как. И многие делают какие-то грубые ошибки в плане техники особенно и в плане питания. Здесь будут, здесь прекрасная возможность, будут люди, которые занимаются этим на протяжении многих-многих лет, они подскажут, бесплатно проконсультируют и направят. Это был Денис Храмов, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира. А сразу после рекламы мы расскажем о велоквесте и соревновании по киберспорту. Продолжение следует...